Всем привет! Ой, какое у нас солнышко! Я тут на балкон вышла. Ой, не могу, прям слепит. А, отвыкаешь от солнца? Какое солнце! Какой у нас денёчек сегодня! Тёпленький. Вышла на балкон. Знаете, что хочу? Птицы поют. Ой, классно! Что хочу сделать? Сейчас покажу. В прошлом году не сделала это, не оборвала листья. Но когда они были зелёные, жалко было обрывать. А потом уже было прохладно, и как-то морозом, когда их, знаете, ударило оно вот уже с клубники, с этого всё. Уже не до этого было. А сейчас хочу убрать, привести порядок клумбу. Это у меня клубника вся. Кто не знает, это всё клубника. Хочу убрать эти листики, пока Сашу жду. Так, ну, ветрено на улице. Ветер порывами. Сейчас вроде ничего, солнышко. Но иногда прям так, прям ворву, такой пешеный прям. Видите, как у нас там птички. У нас гнездо на этой ёлке. Птички живут. Ну, видите, у нас как хорошо, ну, ветер, ветра бы не было вообще замечательно, вот, видите, опять начал подниматься, так что я буду сейчас приводить порядок кумбу, все, убрала кумбу, почистила, видите, внизу еще пол осталось мне помыть, поднести, и всем остальным я буду потом заниматься, это я сейчас просто вышла, пока Сашу ждала, почистила, думаю, страшно смотреть на нее, ну, и вообще, я как-то в конце сезона задумывалась о том, что не клубнику сюда посадить, а цветы в этом году, ну, посмотрим, может быть, я сделаю наполовину, половину клубники, половину этот, потому что нижний там один ящик у меня, без клубники, хотя посмотрим, может, что-то докуплю, может, что-то пересажу, вот так вот, ну, уже, видите, весна, клубничка пробивается, вот так вот, теплы на улице, как сказала, если бы не было ветра, было бы вообще замечательно, вот эту шторку нужно мне тоже поменять в этом году, потому что магниты уже повылазили, ей уже года три, наверное, или четыре, ну, хорошая была, в Амазоне я, по-моему, заказывала, не дешевая совсем была, но хорошая, нам нужно все равно сюда что-то, потому что у нас речи, ну, и вообще мы не открываем, когда и мухи летят, и все, не открываем просто двери, когда речи у нас летает, когда речи в клетке, мы тогда тут открываем, потому что боимся, что он у нас такой шипстряк может, может выскочить, яблоко ест, я ему яблочко засунула туда, видите, крутит и кушает, выбираешь там семечки, да, себе, вот так раскручиваю ее, умница. Ну что, мы с Сашей приехали в магазин, я хочу купить полку, я увидела в рекламе такая полочка, в подъезд ее поставить для обуви, сейчас, если найдем, я вам покажу, как она выглядит, в рекламе была, не сильно дорогая, но и она как раз подходила под нашу тумбу, которая тумба есть у нас в подъезде, стоит с этими, с обувью. Тукея рядом, а приехали мы в Поку, была в Поку, если понравится, сейчас еще, знаете, в рекламе бывает так красиво, я сфотографируюсь, она такая хорошенькая, а приедешь, там доброго слова не стоит, хотя, ну, посмотрим, она вроде недорогая, сильно была дешевенькая, со скидкой. Для подъезда, я думаю, пойдет. Мороженое нельзя, собаками нельзя, курить нельзя в магазине. Да, ничего нельзя. Что-то, что-то, что-то у них-то такое, прям, красота, но дули, садили, арка, типа праздник какой-то, или что? Это простые такие, типа тубаретки, да, совсем, 10 евро, такие, 22, но эти уже получше какие-то такие, но тоже кожа я не хотела бы, лучше деревянной, конечно. В Икее за 19 они, деревянные, наподобие как у мамы, только они треугольником сделаны, мамы круглые же они, а эти треугольником как бы сделаны, ну, тоже, я думаю, нормально будет. Ну, блин, за 20 евро как-то этот, 10 штук набирать это, ну, нет, 10 я тоже точно не буду, ну, что 5, 6, может. А вот, смотри, тоже, да, вот такие вот, ну, вот эти уже получше выглядят, да, как бы не обдерутся за один раз, что. Вот черные классно выглядят, прикольные, 16,99 они все стоят. Вот таких вот взять, ну, штук 6, да? Поставить их в комнату, например, гости пришли, вытащил. Так-так-так-так. Наверное, где-то здесь, да? Растут гардеробные вот эти все. Где-то здесь, наверное, эта полочка. Надо смотреть. Комоды. О, помнишь, у нас такая наподобие была в первой квартире вот эта вешалка, только тут у нас был какой-то ящик еще, по-моему, такой, этот, наподобие что-то было. Вот тоже раздевалки эти гардеробные. Раздевалки. Хороший этаж сделан, прикольненько. Цены? Недорогие? Дорогие тоже, да? Хотя... Вот наподобие вот такого она была, только она без этих дверц... Как? Дверцах не было, вот просто такие эти... Лежать не было. Лежать. Так. Вова такая... Нет, у нас не такая была. Что-то у нас было с этим, помню, шкафчик какой-то был. Вот наподобие вот этой у нас, наверное, была, да? Что-то такое у меня. Такая что-то была какая-то, но цветом как-то. Да-да, вот такая у нас точно была. Да, для обуви как раз была чуть-чуть там и этот. В общем, полочку для обуви мы не нашли. Видимо, их раскупили. Еще и сушилку для белья. Еще, да. Саша говорит, нам надо сушилку для белья. Трокнер. Может, говорит, здесь есть. Давай посмотрим. А вот, смотри, какие-то, да? Это машинки стиральные. Смотрите, классные. У нас первая такая была. Прикольно. Она получается, вот смотрите, 649. Нет, не первая, в этой квартире была просто такая. Да, в этой квартире я имею в виду, да. Потому что у нас... Левимбарабан. Купили. Мы когда туда переезжали, мы, короче, половину, все, что там находилось, половину, короче, выкупили. Просто. Ну, плюс мы еще свою мебель перевезли. Ну, еще и купили там. Эта машинка тоже какая-то красивая. Красиво сделана. Не знаю, как она по качеству, конечно. 600 евро стоит. На 5 килограмм. Сейчас нужно купить эту какую-нибудь суперферменную и будет такой же шар. Шар какая-то. Подожди, а у нас какая? У нас бег? У нас бег? Нет, по-моему, да. У нас тоже узенькая вот такая машинка. Узенькая вот так или у нас? Нет. В смысле, нет, она вот так узенькая. Да, сейчас может у нас другая. Раньше была такая. Вот, смотри, вообще машинка стоит. 429 стоила, сейчас 249 стоит. На цене стоит. Я говорю, что на цене стоит. Тоже. Тут какая-то LG. Что же называется? А здесь что? Какие Айпиа? То есть такой же. Нет здесь? Нет утропнула? То есть, равно. Угу. Угу. У меня здесь уже холодильники или что-то? Чего это? А, шпюрмашины это? Посудомойка. Холодильники и устроили. Холодильнички. Ну, холодильник хороший еще, да? Хоть он уже и старый, но все равно, в общем, у нас пока он работает, пусть работает, я даже не хочу не этого, хотя есть красивый, конечно, хочется, там что-то иногда посмотришь, но не надо, пока есть рабочий холодильник, нафиг он нужен, столько денег выкидывать и места, и все. Хороший? Красивый? Да, столько места, ну, капец, это мне стульчик надо, я туда, на верхнюю полку даже на вторую не залезу, а тут он просто на этом стоит, я думаю, как я туда буду доставать, но цена, смотрите, как бы, да, неплохая, 1279 стоит и на 679, может он так и стоил, но все равно как бы не сильно дорого, да, для такого большого холодильника. Да, у Каринки тоже такой, газировку, наверное, делает, у Каринки есть лед, он делает, вот это вот. Это и то, и то делает, здесь окно, вот большое окно, вот маленькое. Постоянно мне хочется льдом накормить, я говорю, не надо мне, давай я тебе лед положу, вот, да, да, вот он. Холодно, горлышко будет болеть. Идем. А вот здесь мы, посмотрели с тобой или нет? Вот же этот, по-моему, есть, или это тоже шпильмашина? Это, а, это все, это шпильмашина, все. Как это называется? Посудомойка, посудомоечная. Всякие ковры, а там нам не надо ничего, Саша, там все такое для ремонта. Пойдем сюда. Мы пока что не это, не настроились еще. Мы вот тут пройдем туда, вниз, туда. Мы пока что еще не настроились на ремонт туалета. Туалета? Да, а что нет? Мы же будем туалет. Настроились? Да. Но еще не начали. Настроились, но еще не начали. Ну, как бы я уже хотела. Вот, давай возьмем, бери, 30 евро. Вот такую. У нас есть вот такая лесенка. И вроде бы как бы ее достаточно, но когда надо куда-нибудь повыше, Саша говорит, елки-палки, когда мы купим хорошую уже. Потому что не достаем что-то, если на потолке делать. Поэтому на три... Да, это... Это 25, это 30. Какая разница? А ты хотел эту? Не ржавейку или что? Алюминиевую. А вот стоят, смотри, алюминиевые. Вот такую ты хотел. Она 50 стоит. А вот эта, смотри, 39. На 10 евро дороже получается, да? На 150 килограмм, смотри, тут можно. Смотри, можно и снаружи, и внутри ей работать. Все такие. Инструкции. Ну, возьми такую, значит. Она вообще рисунка. Ну, возьми, если тебе такая нравится, больше бери. Просто она больше места, да, будет занимать? Или? Ну, чуть-чуть выше она. А, да, она будет выше, да? Ну, зато я могу на потолок куда-нибудь залазить. Танцеваясь, например. Что, берем? Ну? А вот эта какая-то по высоте. Это такая уже по высоте, на 150 килограмм тоже. Она вот с пластиковым вот этим. Пластиковые ступеньки и пластиковый этот. А, верхняя пластиковая только. И вот эта вот держалка пластика. Что, не дороже? И она стоит 50 евро. Не знаю. Давай я подержу. Давай, держу эту. И эту держу. Можешь посмотреть. Ну, вообще легче. Вот это. Чуть-чуть легче. Ты хочешь прям такую? Да. Мне кажется, нам бы вот этой достаточно было. Мы все равно их на балконе не будем хранить. Так она у нас уже стоит цель подзовет. Ну, потому что мы ее туда выставили, и она должна вообще в подвале у нас стоять. Или как минимум где-то в ванной или в туалете куда-то ее убрать. Да. Ну, что, когда ремонт делали, мы ее выставили. Какую? Вот эту? Ну, давай возьмем. Давай. А эту на место? Да, эту. Давай. Видите? Так, смотрю декорацию какую-нибудь себе взял. Не знаю даже, что мне надо. Что я хочу? Ну, что-нибудь поставить в зале. На стенку. Может, коридор тоже что-то. Не знаю даже в каком стиле, я чего хочу. Смотри. Вот такое тоже можно было бы. Где сейчас новая полка? Да? В такой маленькой вот так поставить на этот. Такое. Тебе я не люблю, это пластиковое все. Нет, нет, нет. Есть настоящие. Ну, я просто, я думаю, что не будет там расти. Из-за того, что солнца нету там. Хотя может подобрать какой-нибудь цветочек. Боже. Он может подобрать, который в тени может расти. Вот. Это тоже пластик такой. Смотри. Он как настоящий. Прикольно. Какую-нибудь декорацию. Вот что ты мне посоветуешь, Саш, поставить туда? У тебя же есть вот эта дизайнерская чуйка? Саш купил себе вот, видите? Лесенку. Я не знаю, что такое вот. Возьми какие-нибудь вкладочки. Мне вот нравится или блестящие, или деревянные. Я не знаю. Это у нас свечи здесь. Вот бутылочки вот такие. Ну, нет. Для чего они? У них тоже же надо что-то ставить. Ты же мне цветы редко даришь. Будут пустые постоянно стоять. Может, вот такое что-то, нет? Тоже не поймешь. Вот какие-то обезьянки. Лудочки. Шары вот такие тоже прикольные. Смотрите. Стеклянные. Так стоим и падаем. Вот прикольные. Это типа подсвечников, наверное, вот такое вот. Шесть евро. Буды. Красивые. Вот тоже прикольное вот такое вот что-то. Такое вот. Вазочки вот такие какие-то нестандартные. Смотрите. Возьмем девяносто девять. Вот такая. Какая-то ангелочки, яблочки. Сейчас Александра терпение уже кончится. И мы пойдем домой, ничего не купив. Что, Саша? Не выбрал, ничего? Нет, нет. Я даже понятия не имею, как это функционирует. Нет, что-то там должно совпасть, наверное. Какие-то одинаковые штуки, наверное. Что упадает? Деньги, наверное, куда нас? А сколько там, ну сколько? Мне надо. Блин, 31 на 30, да? А мне, по-моему, 30 надо, чтобы вот это было. 32 у нас было, по-моему. Нет, у меня 30, который на кухне. Я имею в виду, вот, 31, 31, 30. Стоит вот она, размер. Например, на кухне, если они пластиковые, вот такие, я могу заменить свои на кухне. Мне кажется, они подойдут мне. Потому что и киевские мне не подходят, потому что там на 33 они идут. Они больше. Которые мои на кухне стоят эти боксы. Вот такой один посмотреть, взять, попробовать. Белый. А этот прозрачный, блин, прозрачный тоже не очень хорошо. Чёрный можно было бы, но не это, непрозрачный. В общем, я тут набрала кое-что. Вот нашли полочку, по-моему, это она. Но что-то она стоит здесь гораздо дороже, чем в рекламе была. Знаешь, если она у тебя будет там стоять, ты не будешь там ничего видеть. Она будет тёмная, да? Да, через свет это затемнелая. Ну, это мне сколько их надо штук, чтобы они одинаковые были. Дорого будет. Хорошо. Это у меня получается 9 штук их, да, там? 9, и с той стороны. Да. Сюда стою. Да ну нафиг. Короче, я пока не готова к таким растратам. Я вот себе тут купила уже, уже хватит. Всё, мы с Сашкой купили. Я себе главное купила. Сашка себе лестницу, я себе эти красоту. Дома вам покажу. Надеюсь, будет красиво смотреться. Что-нибудь там ещё, ещё подкуплю, что-нибудь красивенькое. Вот так. Ну, и я ещё хочу какой-нибудь цветочек туда всё-таки поставить. На... Где мой стол стоит. Который выживет в этих бессолнечном... В общем, в этом пространстве, да. Где мало света, в общем, солнечного. Я не знаю, может, кактус какой-то туда, или что. Ну, что-нибудь зелень какую-нибудь поставить. Есть же типа фикусов такие, которым солнца не надо. Что-нибудь надо почитать, посмотреть, какое-нибудь растение купить. И... И туда что-нибудь тоже зелёненькое, может, что-нибудь ещё запихать. Посмотрим. Я периодически свои растения меняю, потому что у нас дома очень плохо растут. Я не знаю, или атмосфера такая, или что. Как-то вот... У нас, когда мы в Айсентурме жили в квартире, у нас она была солнечная, да, и у меня много цветов. У меня и пальмы там росли, и на каждом подоконнике там штук по 10-15 у меня цветов разных стояло. Я когда переезжала, я все их поотдавала, потому что... Ну, здесь, во-первых, подоконников толком нету, а во-вторых, ну, как-то... Чересчур много это было. И сюда переехали, вот, наверху у меня ванной, в давидокомнате, растут цветы вообще идеально. Вот вниз их сносишь только, они вот начинают, вот, проходит месяц, они начинают вять. Я их потом наверху уношу туда, они у нее там... Реабилитация, в общем, у них... И потом меняю вот так вот постоянно, не знаю, почему... Почему плохо растут. Ну, и говорят, у каждого этот... Своё этот... В общем, благоприятное место для цветка. Как это сказать-то правильно? В общем, у каждого цветка своё место должно быть. Всё, ладно, мы едем домой. Это уже после шума началось. Да? Всё, мы, короче, едем домой, на улице вообще невозможно снимать. Там такой ветрищий начался, капец прям... Да он не прекращался, он уже несколько дней. Нет, он порывами, он... Сейчас я на балконе была, вообще солнышко так... Этот, тихо-тихо было. Потом как? Начал дуть. Он уже несколько дней дует, дует... Так, мы ещё хотели... Мы там затряжите, оторвало. Ага. Мы ещё хотели в банк, да, заехать? Да. А потом домой. Потом уже и Ромку там забирать, и обедать надо будет. Потом мне ещё надо будет закупиться. Так что мы едем домой. Увидимся с вами там уже. И дома покажу вам, что купила. Настя бутылки сдаёт. На чай себе зарабатывает. Тихо-тихо-тихо. Мы решили сразу закупиться. Так, вот, не заезжая, там, надо с пидом. Закупимся, и потом уже поедем на Ромку обедать. Отказывается. На чай зарабатывал? Да. Можешь пару кофе даже взять. Мандаринки. 1,99. Подешевле немножко. Клубника. Блин, не, не будем, наверное, клубника брать мы. Да. 2,49. Не будем. Пойдём. Бруси. Такие возьмём? Или там возьмём? Давай там плачки возьмём. Пойдём. Ну, кроме тебя. А зато я их сейчас добавляю в этот. Да. В свой пудинг. Тоже вкусные они. Так, что здесь ещё? Тут фруктов. Яблоки у нас есть. А? Грис-фрукты. Грис-фрукты там? Угу. Что там есть? Я их терпеть не люблю. Они горькие. Горчительные. Мама твоя любит. Да, да. Я их не могу тоже есть. Ну, говорят, плёнку эту снимаешь, тогда они не горчат. Но я не знаю, я уже пробовала и так, и так, мне всё равно горько. Не горчат всегда. Где-то там булочки надо взять себе. На завтрак в школу. Вот так. А этого нету, тёмного, да? Может, вот этот? Да, я вот этот. А этот, последний остался, тёмный. Можно какое-то другое посмотреть. Можно какое-то другое посмотреть. А что вы делаете его? Да, блин, он когда свеженький, он прям вкусный. А вот потом... Ну, возьми. Хотя, я его всё равно не ем. Бери. Так, что тут у нас по акции? Индюшка. 30%. Ну, мы индюшку как-то так, не очень. Так же, как и свинину. Прямо мы идём, соштадим. Прямо нам. Тоже индюшка. Саша заказал нам мясо. Поэтому мясо я пока не беру. Пока мы так... Надо доесть то, что есть там в холодильнике. Скоро привезут нам мяско. Так, сосиски. По-моему, у нас тоже скидка на них. Да, сейчас давай возьмём. Вот эти я беру. Ромка меня любит. Сосиски. Колбаску не надо. У нас всё есть. Это колбаса, сыр. Всё есть. Вот так. Рыбка есть у нас эта. Что, Саша? Паштет по-человечу? Нет? Пока найдёшь, который более-менее вкусный. Надо самой сделать, кстати, паштет. Попробовать. Его вроде так никак это не сложно делать. Сделать вкусный, да? А что это? Протеин, сыр. Протеин. Это в смысле, что он не детский совсем. Ему детям нельзя или что? Или что? Это личный сыр. Детский или детский. Он нельзя винах. Ну, давай, попробуем, как он на вкус будет, дети есть. У меня просто Ромка в школу берёт и Давид берёт в школу эти. Именно вот такие вот сырки. Ну, такой же, какой другой пакет. Ну, попробуем. Я такой ещё не видела. Ну, какие аппетитные эти панкейки. Нельзя, Настя. Всё. Кыш, отсюда, кыш. Голодный вообще в магазин нельзя заходить. Начинается потом. И то хочется, и это. Так, нам тут ничего не надо. Кроме, кроме вот детского сыра можно взять с собой. Его тут нету сейчас, да? Детский сыр. Вот такой, Роман, я не знаю, что не хочет его есть. Я ему покупала, он говорит, нет, такой не хочу. Пойдём сюда, Саш. Вот тут пройдём. Помидоры у нас едят только Саша и Ричи. Чё? Ты даже взвешил? Нет. Сколько? 800. У нас Ромка любит взвешивать. Всегда на весы. Всё носит. Чё надо, чё не надо. На весы носит. Сейчас я паприк ещё возьму. Поняла, какая-то. 1,45 паприка. Перчик. Вот это хорошее. Перчик. Вообще... Вот это микрозелень? Это когда тут она всходит? Прям с перешками она, видишь? Фельдзалат это. Она прям с перешками не вырывает. А, и чё, её полезно или чё? Ну, полезно. Ну, я в салат её иногда беру. Да, все травы, которые есть, они все выращивают. И мы нахлопреки, да. Чё возьмём? Для салата? Да. Возьму его, копугайчик будет. Думаешь? Ну, давай возьмём. 100 грамм. Огурцов у нас вообще нету. 2,99 огурцы сейчас. Которые мельче, они вкуснее. Вот я уже это испытала. Уже знаю точно. Чем они вот эти крупнее, тем они бесвкуснее. Чем они тоньше, мельче, они тем вкуснее. Я же их постоянно беру. Вот эти вот будут повкуснее. Капусту хотела взять. Капусты надо. Борщ сварим, наверное. А это чё за капусту? Такую взять, простую, маленькую. Вот эту возьму, малюшку такую. 89 центов капуст. Пойдём. Не может он пройти мимо своего любимого шоколада. Вон. Ты не тот, ты тёмный взял, да? Или с орехом? Вот твой. Я его и взял. А, ты хотел? Всё, понятно. Пойдём. Самый вкусный шоколад, который вообще есть такой, в Германии. Ну, гурман вам советую. И давай поворачивай туда. Ленор, кстати, тоже вот. Сколько? Ленор всё стоит. 5,99. По-моему, это его цена была. Смотрите, у нас всё. У нас уже Пасха. Всё на Пасху продают. Всё продают на Пасочку. Я так и что говорю, я так говорю, сладкого хочу. Куплю себе финики. Саша говорит, нечего. А сам до этого две шоколадки взял. Мне, говорит, можно один раз, тебе нечего. Видите, какой. Саша, пойдём прямо, пройдём быстро. Чё ты куда-то сворачиваешь? Мы идём вот так прямо, до конца доходим, туда идём. Шух, шух. Никуда не сворачивая. Постоянно куда-нибудь всё, он увидел. Парк Зайд. Можешь посмотреть, я пока пройдусь. Вот свои эти, он видел. Инструменты. Стаканчики, смотрите. О, Тефаль вот эта, смотрите. Я всё на неё смотрю. Как это, контакт-гриль или... Нет, не контакт-гриль. Как она называется? Фритюрница. Без масла, которая жарит. Или это с маслом? Слушайте. Нет, это не то. Это, по-моему, это прям фритюрница. Я думала, это которая воздухом. Нет, это прям фритюрница. Маленькая, для одного-двух персон стоит идеально. Прочитала. Стоит она, стоила, сейчас минус 50 процентов, 39 стоит. Стоило 80. Понимаешь? 59? Ага, да. Видал плюс 19. Ну, 6. Сашке говорю, надо эту сварочную маску. Вот он нашёл их. Это сварочный аппарат? Нет. И сколько он стоит? 200 евро? 4 в 1. 200? Да. Тебе такой надо или нет? Или ты сам не знаешь, какой тебе надо ещё? Ну, не такой. Лучше надо? Творожок, творожок сейчас 51,59, смотрите, по приложению скидка. Так, Настя тут начала разгружать уже. Закупились. Купили яйца, ну, я в принципе вам, в общем, сильно не показывала, но одно и то же, ничего такого мы не купили, булочки замороженные, яйца, вон, кипир, айран, капуста. В общем, потратили мы, заплатили, у нас была фанта, эти бутылки, сколько у нас было? 6 евро. 6 евро, и так мы заплатили 86 с копейками. Ну, получается, 90, грубо говоря. 90 с копейками заплатили. За чуть-чуть вот еды. А? За чуть-чуть еды. Да, толком ничего не купили, вот. Воды и всё, 90 евро. Раньше это стоило бы, наверное, 30, наверное. Воды молоко хлеб купили, его чуть-чуть фруктов, чуть-чуть овощей. Толком ничего, на самом деле, ничего толком такого и не покупали. Груши, нектаринки. Ой, нектаринки, как они? Клементинки, нектаринки, говорю. Огурчики. Такое он, всякое. Речику, вкусняшек. Он нас подсел на траву. А, петрушку стал рубать, только так. Ну, вот Сашка купил этот, ну, говорит, возьми микрозелень вот эту. Попробуем с ней салат, может, Ричель тоже зайдёт, может, тоже захочет. Эти от Милки вкусняшки тоже припрячу. От них прятать, это бессмысленно. У них нюх, это от папы у них по генам передалось. И всех троих. Они, я куда не спрячу, они находят. Я не знаю уже, куда прятать. Уже беру, где эти мусорные мешки лежат, всё равно находят. Потом оставляю просто в корзинках, вот сейчас ещё не дошло. Ну, сейчас Саша услышал, найдутся. Так я не буду, я же не ем. Я знаю. Я же ничего не ем. Он ещё не ест. На камеру. Как Настя такой уходит спать, он сразу говорит. Ну, и я пойду чайку. У него сразу росла вода, душа в рай пошла. Давай. Вот сироп новый взяли какой-то, брали такой, нет. Какой-то новый, в общем. Взяли попробовать детям. Сегодня я уже сиря не буду пить, потому что мне завтра на работу стоят. Да, сегодня не будет. Он сейчас со мной попёр. Да, сейчас, да. И всё, с завтрашнего дня всё завязываем, сладостей пить. Я вам показывала сейчас с скидкой, да, 59 саппо. А, нет, это мне, Сашей, тёмные булочки я взяла. Потому что тёмного хлеба не было. Рис вот этот вкусный, кстати, я уже много раз говорила. И не долго варится. Там 18 минут, по-моему, стоит. И вкусный очень. Я из него тоже делала этот. Ризотто тоже делала. И так варила. Вкусный. Всё, загружаемся и едем домой. Дома увидимся с вами. Всем пока. К нашей мебели. Ну, вы сами видели. Выбор везде огромный. А вот что-то выбрать прям тяжело. По крайней мере, мне, я не знаю. Они вот сделаны вот так вот. Сейчас я вам покажу. Вот это вот железное. Сердце само. Это деревяшка. Вот внизу. Так. Это стекло. Или керамика. Ну, что-то такое. В общем, какой-то такое пазочка. Тут тоже вот это сердечко железное. Это вот дерево. Тут цена есть. 10 евро. Вот это стоит. Вот это 10. Вот это, по-моему, 399. Или что такое? Здесь цены нету. 399. А вот это что-то 699, по-моему. Или 599. Ну, в общем, что-то такое. Ну, и лестницу я вам показывала. Саша купил, которую мы в Пока купили. Что-то я буду, в общем, комбинировать. Это не окончательный вариант, как сказала. Может быть, что-то докуплю ещё. Что-то уберу. Куда-то там переставлю. Посмотрим ещё. В общем, вот такие вот мои покупочки в Пока. Мало-мало вам наснимала. Ну, а сейчас заглянула туда, смотрю. Почти 40 минут я вам наснимала. Поэтому на сегодня я с вами прощаюсь. Увидимся завтра в следующем видео. Всем удачи. Не болейте, самое главное. И до завтра. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!